мы продолжаем нашу программу дорогие друзья и в начале этой программы у меня небольшое объявление но очень простое сейчас уже на сайте lulu.com есть электронная копия моей книжки о нью-йорке и я знаю что среди наших слушателей зрителей с очень многие тех которые уже книги в печатном варианте попросту не читают не берут отвыкли а намного им удобнее читать используя современные средства такие как компьютер или таблет или телефон так вот дорогие друзья если вы выйдете на сайт lulu.com и просто наберете название этой книжки нью-йорк город и люди то вы попадаете как раз туда где есть оба варианта есть вариант печатный и рядом есть вариант электронный поэтому вы уже можете сразу заказывать эту книжку в удобном для вас формате в электронном цифровом формате формате pdf и можете читать используя как свой компьютер так и планшет так и телефон вот такое мне небольшое объявление ну хорошо а теперь мы можем продолжить нашу беседу с нашими слушателями здравствуйте в эфире здравствуйте алексей спасибо большое за эту передачу посвященную истории украины хотел немножко маленькую поправку вместе вы знаете что практически тогда была киевская русь да которая абсолютно никакого отношения к москове не имеет то есть москове никакого отношения к киевской руси не имеет поэтому и россия как таковая была названа россией только лишь в 1721 году почему потому что петр первый хотел каким-то образом привязать московью к киевской руси и назвал ее на такой на греческий лад россия 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 да то есть это ничего общего с киевской руси не имела московия и я вам скажу что она тогда вот правители москови и народ ее тогда так же само были абсолютно темными абсолютно необразованными и абсолютно жестокими и вот это вот жестокости в генах которые также были на татарские это таро-монгольские гены татаро-монгольские гены которые московья было 200 лет под игом монгольского золотой орды, это и сделало русских такими жестокими, и вот это до сих пор сохранилось жестокость, коварность, вот такая вот абсолютное отсутствие эмпатии, и, ну, в общем, злоба такая, зло, вот это с тех времен оно и идет, и какие вы там ни были, помните, попытки Петра Первого сбрить бороды, и там носить какие-то костюмы европейские, сути оно не изменило, русские, то есть россияне остались такими же жестокими, злобными, как они были во времена Московии. А то, что значит, Богдан Сменицкий сделал этот выбор, я считаю, что это был вообще-то не союз, а скорее всего, это был военный союз, но не государственный союз. И единственное, да, что вы сказали правильно, что так же само подло и коварно Россия тогда лишило Украины независимости. То, что сейчас происходит, Украина продолжает вот эту вот многовековую, многовековую борьбу против вот этой вот империи зла, которая всегда существовала, начиная со времен Московии. Потому что, знаете, иногда люди говорят, что вот Российская империя была такая цивилизованная, такая вот хорошая, а потом пришли большевики, и все это самое, как говорится, испоганили. Нет, абсолютно неправда. Российская империя, Московия, они были абсолютно такими же самыми злобными, жестокими, коварными и бесчеловечными, как и Советский Союз, и нынешняя Россия. Вот это я хотел вам сказать. Еще раз большое спасибо за вашу передачу. Спасибо. Спасибо за ваше уточнение. Ну что ж, мы можем продолжить наш разговор с радиослушателями. И, на мой взгляд, тема достаточно интересная, потому что, если мы с вами посмотрим на всю эту историю, которую я только что рассказал, то, оказывается, Украина сделала свой выбор много лет назад. Европейский выбор. Вот тогда, когда предки современных украинцев пригласили княжить норманов, то бишь викингов, и, в общем-то, они и создали первую государственность на территории современной Украины. Киевскую Русь создавали, как мы с вами знаем, викинги создавали варяги, первые поколения киевских князей как раз были именно они, так называемые Рюриковичи, потомки Рюрика, первого нормандского князя, который стал первым князем Киевской Руси. И то, что происходит сегодня, это по-прежнему тот же самый выбор, и борьба за него, оказывается, не началась вот тогда, в 13-м году, когда студенты вышли на площадь, а началась намного-намного раньше. В общем-то, вся история Украины начинается как раз с этого самого европейского выбора. Хорошо, давайте теперь послушаем вас. Я вот хочу сказать здравствуйте, Алексей. Добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Вот бы, ну, я хотел еще, значит, другую тему отметить, но по теме, которую вы отметили, связанная с очень далекой историей Украины. Ну, конечно, вся история, это, ну, что-то школьное, что-то, так знали Киевская Русь и принятие религий, все. Ну, и вот всегда, когда говорят, что в истории вообще нет сослагательного наклонения, которое, что было бы, если бы. Ну, это только моя маленькая реплика. А теперь я хотел бы отметить на вашу программу, я вот не очень трудно дозваниваться к вами, с вами, из Калифорнии. И вот вы отметили в программе, когда отмечалось, что должны были договориться, состоялась договоренность о вывозе зерна из одесских, украинских портов. А потом, значит, был удар по какому-то из терминалов или по какой части одесского порта. И тогда люди звонили, вы это отмечали, акцентировали, что, да, России нельзя верить и нельзя верить, ну, в общем, нельзя договориться как договоренности. Ну, а потом, спустя там пару дней уже, значит, под патронажем Турции был Координационный Совет, я не знаю, как там точно назывался, в котором прошли уже, значит, ну, понятно, Россия, ООН, Турция, и они уже договорились о том, что начнется вывоз. Ну, а дальше произошел эксцидент с этим гидрографическим судном, недоразминированным, то есть, верить, не верить на процесс о вывозе зерна реально идет. То есть, даже ваше, так сказать, утверждение, что Россия никогда нельзя верить, и с никого нельзя было верить, и сейчас нельзя верить, и вот, ну, я уже повторяюсь. То есть, процесс все равно с вывоза зерна пойдет, но, значит, ну, то есть, верить, не верить, но то, что подписали, хоть шатковалка, как-то, оно, значит, идет. И теперь я еще хотел отметить еще один момент. Еще в предыдущей передаче по Украине вы отметили, что, если вести какие-то переговоры, но, все равно придется, и вы отметили, что надо возвращаться к статусу, знаете, до 24 февраля, значит, когда началось вторжение России на Украину. Так вот, это тоже же момент такой, ведь фактически до этого периода, с 2014 года, уже фактически могли быть тоже какие-то переговоры, то есть, если по состоянию на 23 февраля, как вы отметили, и вести какие-то переговоры. И еще один момент, что постоянно утверждается и всем миром, и Россия, Украина победить, победить, и она должна победить, и победить, и победить Россию, ну, что сказать, теперь просто в чем может заключаться победа? Полностью освободить территорию, и иногда Зеленский отмечает, что не только Редина, и Крым, и в общем, при таких вот радикальных условиях не знаю, на какой стадии может быть, чтобы, значит, в России. Ну, и теперь еще один момент, буквально 30 секунд, шипят, чувствую, наверное, времени немного. Значит, фактически идет война Штатов и НАТО с Россией, но украинскими военными военнослужащими подразделениями, потому что вооружение не украинское, уже его нет, оно было и давно закончилось, вооружение штатное и в НАТО, и средства, так что вот это интересный момент, вот как вот акцент, не акцент, но это демонстрировано, что штаты, конечно, слава Богу, что они не ведут войну реальными солдатами, как неоднократно утверждал Байден, что не будет нога солдатов, но военные специалисты, инструкторы, понятно, есть, ну и вот, просто честно, я не очень хотел бы, чтобы штаты вот так выступили в роли еще опять вовлечены в войну. Хорошо, давайте тогда с последнего, начнем с последнего вашего тезиса. Ну, если мы сделаем экскурс в совсем уже недалекую историю, историю второй половины 20 века, то мы увидим, что были так называемые войны, в которых и Соединенные Штаты, и Советский Союз участвовал в качестве партнера той страны, которая реально воевала. Здесь можно вспомнить Вьетнам, который получал все виды вооружений только, тяжелых вооружений только из Советского Союза, а на стрелковое вооружение он получал еще из Китая. Но к этому можно еще добавить другое, что на территории самого Северного Вьетнама было порядка 50 тысяч советских военнослужащих, которые не только учили северо-вьетнамцев, как пользоваться тем или иным оружием, но это хорошо известно по мемуарам уже, которые публикованы, что в батареях ПВО, которые принадлежали Северному Вьетнаму и были поставлены Советский Вьетнам, здесь можно вспомнить и Корейскую войну, здесь можно вспомнить и конфликты на Ближнем Востоке, когда опять-таки в Египет и в Сирию прибыли не просто советские военные советники, а конкретно советские летчики были в советских самолетах МиГ-23, который поставил Советский Союз Египту и которые над Синаем воевали с израильтянами. И опять-таки никто не считал, что Советский Союз воюет с Израилем, считалось, что воюет Египет, воюет Сирия. И если мы сравним те ситуации с нынешней ситуацией, то мы с вами можем уточнить, что на территории Украины нет военнослужащих НАТО, что всю подготовку украинские военнослужащие проходят за пределами Украины, в частности проходят в Германии. И поэтому, даже если мы сравниваем с тем периодом, то оказывается, что вовлеченность Соединенных Штатов в эту войну на порядок ниже, чем была вовлеченность, допустим, Советского Союза. Поэтому, я не думаю, что у нас есть основание говорить о том, что да. Ну вот сравните эти две ситуации, вы поймете, что Соединенные Штаты и НАТО не воюют на территории. Да. Ну вот видите, как хорошо. Мы согласны. И это замечательно. Совет Соединенных... Ну да, да. Ну вот теперь подумайте и сравните, и вы поймете, что вовлеченность Соединенных Штатов в этот конфликт на один, на два порядка ниже, чем это было вовлеченность, допустим, того же Советского Союза во все конфликты в мире. Хорошо, договорились. Спасибо за ваше участие в программе. Спасибо большое. И мы можем продолжить наш разговор с другими нашими радиослушателями. Я понимаю, что эта тема вызывает различные чувства у вас, но тем не менее, я прошу вас просто вспомнить то, что нам было еще известно из школьных учебников истории, когда предки современных украинцев пригласили править варягов или норманов, или, как мы сейчас будем говорить, викингов. В общем, короче говоря, они тогда выбрали Европу, выбрали Запад. И то, что сейчас происходит, это просто подтверждение на новом историческом витке этого выбора, который был сделан очень много лет назад. Ничего более, просто подтверждение. Здравствуйте, в эфире. На новом историческом витке этого выбора, который... Здравствуйте, Алексей. Приветствую, приветствую, Эдуард. Нечего обсуждать по поводу выбора Украины. Я только хочу заметить, что в 2018 году вряд ли Украина смогла бы установить свою Украинскую Народную Республику, потому что силы были неравны. То, что ведь гражданская война, ведь весь Советский Союз построен на гражданской войне. Если вы помните, были война с Пеклюрой, война с Басмачами, а вспоминайте Грузию, Азербайджан, послушайте, это была война, имперская война, развивание очередных территорий, и всех их, и Армению, и Грузию, и Украину, их согнали в так называемый союз нерушимый под названием Республик Свободных. Но если вы вспомните герб Советского Союза, на гербе Советского Союза был земной шар, а на нем был серб и молот. Поэтому вот этот Советский Союз так только начало было. Мы, помните, не пели эту песню «Мы мировой пожар раздуем». Помните, была такая песня? Так вот, они собирали и они потом начали притворять это в жизнь, когда они начали завоевывать, платить Африке, Азии, кому только они не платили, только чтобы они говорили, что мы за социализм. Народ был, извините за выражение, не хочу говорить, чем, а они тратили деньги на то, чтобы идеология развивалась в Африке, в Азии, в Латинской Америке и так далее, и тому подобное. И, конечно, то, что сейчас делает правоприемник Советского Союза, он, к сожалению, продолжает вот эту имперскую политику по объединению, как они говорят, в Единый Советский Союз 02. Понимаете? Поэтому я думаю, что Украина выбрала свой путь, она этот путь пройдет, она положит очень много жизней за свой суверенитет, за свою независимость, за свои территории. Но в итоге, в итоге, мы отлично знаем, что такие империи, как российская, британская, она пошла другим путем, она нашла общий язык со своими сателлитами, и она живет сегодня английскую королеву, встречаясь с праздником в Канаде или еще где-то. Они сумели найти путь, как разойтись нормально. Но Российская империя, она не может разойтись нормально. Там совсем другой менталитет. И последнее, что я хочу сказать. Россия, Путин, они не ушли из самого главного. Менталитет украинского народа, который основан на свободе, свободе воли изъявления. И примером служит Украина, которая переизбирала одного президента за другим. И все-таки делала свое волеизъявление. В отличие от страны, которая сегодня хочет ее поработить. Поэтому, Алексей, сегодня хорошая программа. Конечно, тут можно было бы очень много говорить. Но будем надеяться, что еще будет такая программа с вашим гостем. И тогда можно будет более подробно уйти в историю. хорошо. Спасибо, Эдуард. Я постараюсь, конечно, еще раз пригласить нашего гостя. Возможно, это просто какие-то технические недоразумения. Такое бывает. Но эта программа подходит к своему завершению. И я еще раз вам прочту всего лишь четыре строчки Алексея Константиновича Толстого. Мы вам отсыплем злато, что киевских конфет земля у нас богата, порядка в ней лишь нет. от киевских конфет ничего не поминает. Ну, хорошо. Спасибо, дорогие друзья, за этот час, который мы привели в нашем эфире. Оставайтесь вместе с нами. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова